Слушайте, объясните мне тупому, нахрена мне, гражданину Российской Федерации, вот эта информация в топе национальной поисковой системы? Скриншот сделан несколько часов назад и вечером 8 марта Башарасад заболел коронавирусом. Сына Лукашенко не признают главой Олимпийского комитета Беларуси. Зачем мне это вообще? Если кто-то не догоняет, давайте медленно и на пальцах. Итак, мы с вами сейчас говорим о национальной поисковой системе, которая аккумулирует и ранжирует наиболее важные для российских граждан информационные сообщения и публикации в СМИ. Так вот, я спрашиваю, поднимите руки те из вас, кто вчера в разгар празднования международного женского дня, наткнувшись на такие новости, все бросил и побежал искать инфу в сетях. Господи, что ж там с Асадом-то такое приключилось? А Лукашенко-то как себя чувствует после данной подставы? Кстати, а кто-нибудь из вас переживает по этому поводу до сих пор? Сейчас объясню, что хотел сказать своим вступлением. Начинаем! Ну и к нашим баранам, если говорить серьезно, понятно, зачем такая херь публикуется. Это еще называется информационным шумом или информационным мусором. Цель присутствия Онова в ленте совершенно очевидна, в связи с чем я бы хотел предложить поразмышлять о другом. Вот теперь просто включите воображение и мысленно порисуйте, погнали! Для того, чтобы то или иное сообщение попало в топы Яндекса, его должны перепечатать и опубликовать как минимум пару десятков крупных изданий. Что, собственно, и было сделано, теперь важное. Дело в том, что в России практически каждая крупная СМИ так или иначе завязана на бюджетном финансировании, то есть деньги налогоплательщиков. На их содержание выделяются, тратятся дальше. Что такое два десятка СМИ, перепечатавших никому не нужную новость об Асаде? А это, господа, два десятка журналистов, получающих зарплату. А еще это два десятка офисов, которые нужно содержать и аренду которых необходимо оплачивать. Невероятное количество мебели, оргтехники, компьютеры, принтеры. Ну, вы понимаете, не забываем, что в каждой редакции есть какой-нибудь директор, главред, какой-нибудь бухгалтер, водитель, уборщица, охранники. Я могу еще долго-долго перечислять. Вот и прикиньте сейчас, в какие деньги вся эта трихомут нам обходится. На выходе, друзья, миллиарды. И чем же нас за наши миллиарды кормят? Ой, президент Сирии короной заразился серьезно. Прости, вот ради этого ты платишь бездельникам огромные бабки? Да тебе в разгар пандемии ни копейки не дали, когда ты сидел на самоизоляции и сшибал мелочь у матери-пенсионерки, потому что просто денег нет. Навальный занимается популизмом, и одной этой меры недостаточно. Нужно людям раздавать деньги, но нужно помогать бизнесу прежде всего. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. По той же причине в твоем поселке закрыли единственную больницу и школу, в смысле по причине отсутствия лишних денег в бюджете. И теперь все твои соседи. Твои старики вынуждены мотаться за медпомощью в райцентр за 20-30 километров. Слова министра жителей, понятно, сильно возмутили. Теперь им придется ехать к врачам в райцентр. Дорога туда займет всего 4 часа. Ага, а ребенок к черту на рога хочет учиться пешком через лес. Ну или ты его на своей старенькой машинке в соседний населенный пункт возишь, выходя из дома засветло, потому что на работу еще как-то нужно успевать к восьми. Так вот, на тебя с твоими проблемами у государства денег нет. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. А на десятки бюджетных телеканалов и радиостанций, на сотни информагентств, на тысячи блогеров и около плавающих прихлебателей вот на это у государства монеты имеются и регулярно тратятся. Поэтому я и задаю вопрос, ради чего? Если бы тебе хотя бы что-то полезное рассказывали посредством СМИ, но министерство шума и пыли лечат тебя бредом. Какой-то чувак из Сирии по фамилии Асад расхворался. И несколько миллионов ваших рублей только что выбросили коту под хвост. Славься страна, мы гордимся. Это реальная журналистика. Поехали! В Госдуме продолжается бесполезная работа. Похрен знает какой деятельности. Накануне стало известно, что председатель Нижней палаты парламента Володин планирует обсудить с депутатами разработку еще одного закона проекта, ужесточающего для иностранных соцсетей ответственность за блокировку публикации российских СМИ. То есть нас ждет очередной никому не нужный закон, направленный на борьбу с Фейсбуком, Ютьюбом и так далее. А вот теперь давайте расскажу подоплеку произошедшего, дабы вы имели представление, о какой все-таки глупости идет речь. Короче, в субботу пропагандистское издание Russia Today насвистели своим зрителям-читателям о блестяще проведенной спецоперации каких-то спецслужб, которые задержали вот сейчас, внимание, под Воронежем, группу украинских радикалов. Все это дело перепечатали еще несколько изданий, а через какое-то время материалы с данной сказкой оказались заблокированными на Фейсбуке. Причина, ну, модераторы усомнились в их достоверности. Вячеслав Володин обсудил блокировку публикаций российских СМИ в Фейсбук. Его слова приводятся на думском сайте, передает ТАСС. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ, указал политик. Хотя вы знаете, если бы я был модератором Фейсбука, я бы тоже предположил, что история может быть фейковой. Ну, сами посудите. Украинские радикалы под Воронежем. Че они вообще там делали? Что они там забыли? Валежник бесплатный тырили, переодевшись в русских матрешек? Ну, сообщения-то так себе. Сродни террориста запрещенного ИГИЛ. Мы оминировали пингвинов в Антарктиде. Но дело даже не в этом. Блокировки в соцсетях действительно случаются. У меня тоже иной раз посты блокируют. По той же, кстати, причине возникли сомнения в достоверности публикуемых сведений. Так вот, что делаю я в таких ситуациях? Ну, если я, конечно, уверен, что информация стопроцентная. А я просто пишу апелляцию, прикладываю доказательства, ссылки. Мол, ребята, вы ошиблись. У меня есть все пруфы. Блокировка тут же снимается. Почему этого не сделали Russia Today? Ну, это же просто. За каким нужно было огород городить, подключать Роскомнадзор? Представителя, даже председателя Госдумы, коллег своих зачем? Вывод напрашивается сам собой. Значит, это был действительно фейк или, что еще хуже, провокация, направленная на усиление цензуры в Рунете? Они этим уже пару последних лет занимаются. Сперва наврут что-то, затем хай поднимут. А по итогу мы с вами получаем какой-нибудь г**озакон. Вы так меня боитесь? Вам так страшно? Или что? Украинский модератор... ...все возможно, чтобы Навальный и прочая либеростня выполняла политические задачи, якобы не на политическом Ютюбе. Чем это чревато? Ну, во-первых, мы снова будем выглядеть идиотами в глазах всего мира. Потому что, когда статусный человек, вроде Володина, председателя Госдумы, напомню, начинает нести ахинею вследствие рядового, в общем случае, а у нас цензурируют, мы вынуждены реагировать, законы какие-то принимать, ну, очевидно, что товарищ вообще не понимает сути происходящего, кто-то со стороны посмотрит и скажет, у них там парламент какой-то неадекват заправляет, как с ними вообще можно иметь дела, то есть это удар по имиджу всей страны, а во-вторых, мы с вами снова собираемся потратить бюджетные деньги на какую-то фигню, вот вначале уже говорил о пользе от таких трат, бабло можно тупо выбросить. В данной ситуации эффект станет примерно тем же самым, а, впрочем, господи, чего еще можно ожидать от мега-специалистов, которые на серьезных щах, в телеэфире, на весь мир подобную ересь несут? Ну, сейчас покажу, это уже днище. К этой политтехнологии издавна прибегали по всему миру лидеры, чьи позиции внутри своего собственного государства пошатнулись. Президент Украины Зеленский ровно в таком положении. Рейтинг из рук вон плох. В этих условиях он тоже объявляет маленькую победоносную войну и тут же выигрывает. Войну со своими волосами на груди. Ну и чтобы не на грустной ноте, все-таки не все медиапространство у нас пропагандистскими бездарями и дураками ограничивается. Мои коллеги с канала АРУ-ТВ запустили в эфир первый интерактивный аниме-проект вглядываясь в бездну. Главная героиня прогрессивная школьница. Из провинциального города у нее те же проблемы, что у любого подростка. Злобная учительница, конфликт с одноклассниками, непонимание со стороны родителей. Зрителю предлагается вместе с девушкой пережить какие-то моменты ее действительности. И вот теперь самое интересное. Именно зрители, скажем так, пишут для героини сценарий. То есть вы не просто наблюдаете за происходящим. Вы координируете каждый шаг этой светы. Авторы всем вам только задают ситуацию. А как ситуация станет развиваться, зависеть будет уже от зрителя. Вот там точно вы власть. Вы что-то решаете. А от мыслей вообще морщинки появляются. Запишите меня на Олимпиаду. Проект будет интересен как подросткам, так и их родителям. По крайней мере до сегодняшнего дня на Ютьюбе подобного не было. Ссылку оставлю в описании и буду, пожалуй, откланиваться. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте под ними. Мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться пока. Пока.